Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня поговорим про цели биткоина на краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Я расскажу, почему мы, скорее всего, больше никогда не увидим биткоин за 20-25 тысяч долларов, почему я ожидаю в сентябре коррекцию биткоина, а также поговорим про альткоины, когда их продавать, что делать с кардана, которая так сильно выросла, и в конце мы поговорим про эфириум, и индикатор, показывающий, что сезон альткоинов еще не закончен. Все это и другое в новом видео. И если это звучит для тебя интересно, не забудь поставить лайк и подписаться на канал, здесь мы каждый день говорим про криптовалюту. А тайм-коды этого длинного выпуска ты найдешь в описании под видео. Около недели назад мы говорили про эти два индикатора, William Percentage R и ATR Normalized. С помощью этих двух индикаторов мы могли определять дно в каждом новом цикле биткоина. Сегодня я хочу показать тебе более глубокий их анализ на канале CryptoNoop. Давай послушаем. Эти индикаторы помогают нам определить дно рынка. Если мы посмотрим на действия цены биткоина и на индикаторы William Percentage R и ATR Normalized, мы можем проследить закономерности. Как только мы видим индикатор William ниже минус 95, и одновременно с этим ATR находится выше плюс 95, цена биткоина находит свое дно в цикле. Например, в 2017 году после этой коррекции этот индикатор показал все эти условия, и рынок нашел свое дно, которому больше никогда не возвращался. И после этого мы начали это движение наверх. В 2018 году мы видели массивную коррекцию. Эти индикаторы показали все те же условия. William около минус 95, ATR около плюс 95. Рынок нашел свое дно, и цена начала расти. В 2020 мы также наблюдали большую коррекцию. Индикаторы отобразили все те же условия, тем самым дали нам знать, что это уже было дно коррекции, после чего рынок продолжил расти. И теперь в 2021 мы видели массивную коррекцию с 65 до 28 тысяч долларов, и скорее всего это дно. Ведь индикаторы показывают точно такую же картину. William на минус 95 и ATR на плюс 95. Если это отыграет так же, как в прошлом, то значит цена биткоина нашла свое дно в этом цикле. Итак, 28-29 тысяч долларов могут оказаться дном для цены биткоина в этом цикле. Как мы видим на примере предыдущих ситуаций, цена биткоина никогда не возвращалась к отметкам этих минимумов, после того, как прошла их. Поэтому мы можем предположить, что эти 28-29 тысяч долларов, что мы видели после этой коррекции, могут оказаться тем самым дном, до отметок которого цена биткоина больше никогда не возвратится в будущее. Мы рассматривали несколько формаций в прошлых видео, например, эту. Это расширяющееся дно. Эта формация предполагает, что цена находится в этом треугольнике, где каждый новый низ находится все ниже, при этом новый пик находится все выше. В конце концов, цена прорывается через эту линию брейкаута, тестирует ее на поддержку, и после этого продолжает расти. Целью этого роста является высота этой формации. Мы уже говорили об этом, и как мы видим, мы отросли уже наполовину к этой цели. То есть 56 тысяч долларов и являются нашей следующей целью. Также мы говорили о разворотной фигуре Bump and Run, когда цена находится в нисходящем тренде, но при этом несколько раз тестирует основную линию тренда. И в конце концов, прорывает ее, проверяет ее на поддержку, и после этого продолжает расти. Как мы видим, и этот разворотный паттерн тоже отыграл. Также мы видим, что цена биткоина практически достигла второй цели по CPR, которую мы ждали уже несколько недель, и вот, наконец, дождались. Эта цель также совпадает и с золотым сечением по Fibonacci. Мы тоже ожидали того, что цена биткоина достигнет золотого сечения, и мы почти это сделали, тут осталось буквально чуть-чуть. Но самый главный вопрос, который сейчас интересует многих, а что же будет дальше? В своем анализе я собирался отталкиваться от этой модели Вайкоффа, и даже подготовился к этому наперед, расписав все эти фазы, прямо на графике биткоина. Но сегодня я не буду работать по модели Вайкоффа, я буду отталкиваться от рыночных фаз. Какие же существуют рыночные фазы? После фазы накопления, фазы номер один, в которой цена торгуется в боковике, мы наблюдаем вторую фазу восходящего тренда. После этого начинается фаза номер три, это фаза распределения, которая заканчивается фазой номер четыре, это фаза коррекции, которая в свою очередь снова переходит в фазу номер один, в фазу накопления. И так повторяется бесконечно, снова и снова на графике любого актива. Я уже разметил цифрами эти фазы на этом графике биткоина. Мы видим, что вот эта стадия реаккумуляции по Вайкоффу является первой фазой, фазой накопления. После этой фазы накопления начинается фаза номер два, это восходящий тренд, вот он. Фаза номер два переходит в фазу распределения, вот она, фаза номер три, которая заканчивается фазой коррекции под номером четыре, вот она. Эта фаза снова переходит в фазу номер один, в фазу накопления, вот здесь, которая в свою очередь переходит в фазу номер два, фазу восходящего тренда, в котором мы сейчас находимся. Мы находимся в фазе номер два прямо сейчас. Это также очень похоже на теоретический пример, который можно взять из любого учебника по трейдингу. Вот это боковое движение сверху, это не что иное, как фаза номер 3. Это падение, это фаза номер 4. После нее начинается снова фаза номер 1, фаза накопления, которая переходит в фазу номер 2, фазу роста. В нашем случае мы видим абсолютно все то же самое, что написано в учебнике. Пока цена биткоина находится выше вот этой линии поддержки, все замечательно. Возможные откаты цены биткоина будут всегда стремиться к этой линии поддержки, как здесь и вот здесь. Кроме этой линии поддержки также очень важен индикатор, который мы уже с тобой рассматривали, это индикатор Вильямса. Рост биткоина будет продолжаться до тех пор, пока он находится выше этого индикатора, а этот индикатор будет служить поддержкой для цены биткоина. Как мы уже с тобой говорили, этот индикатор на растущих рынках, как вот здесь, например, служил поддержкой. На падающих рынках он служит всегда сопротивлением. Как видишь, сейчас он тоже служит поддержкой, а значит биткоин все еще находится в растущем рынке. Также очень интересно посмотреть на поведение средних скользящих 20-дневной и 50-дневной. Мы видим здесь вот это пересечение, когда зеленая 20-дневная средняя скользящая пересекает 50-дневную. Это тоже позитивный сигнал, ведь в прошлом мы видели не раз, как такое пересечение, например, вот здесь, приводило к росту цены биткоина. Так же, как и вот здесь, тоже цена биткоина росла. И здесь было такое же пересечение, которое привело к росту цены биткоина. Таких примеров на графике биткоина можно найти множество. И сейчас мы видим абсолютно такое же пересечение, при этом биткоин находится выше индикатора Вильяма. А это значит, что рост будет продолжаться до тех пор, пока цена биткоина находится выше всех этих индикаторов. А значит мы находимся таки в той самой фазе номер 2, вот этой. Также посмотри сюда, вот сюда. Мы почти достигли второй цели по CPR, которая здесь обозначена зеленым штрихпунтиром. Мы говорили о том, что цена биткоина следует именно к этой линии еще тогда, когда цена биткоина торговалась вот здесь. И мы таки дождались своего часа. Но я уже не раз говорил, что из этих трех целей по CPR именно средняя служит самой сильной линией сопротивления в нашем случае. Иногда она может служить и линией поддержки, если цена биткоина упала до нее. В нашем же случае мы росли, поэтому это линия сопротивления. Следующая цель по CPR находится около 59 тысяч долларов. Именно сюда мы и нацелены в том случае, если мы сможем превратить вот эту линию в линию поддержки. Поэтому очень важно сейчас закрепиться выше второй цели по CPR, чтобы она оказалась поддержкой. Только в таком случае мы можем ожидать продолжения роста до этой следующей цели по CPR, которая находится на отметке в 59 тысяч долларов. На четырехчасовом графике биткоин до сих пор находится в этом растущем канале, о котором мы уже говорили. Мы говорили о том, что цена биткоина после вот этого падения должна протестировать вот этот трендлайн на предмет поддержки, что собственно говоря сейчас и происходит. Прямо на наших глазах цена биткоина пытается удержаться выше этого трендлайна. Здесь я также обнаружил еще одну очень интересную вещь. В прошлый раз цена биткоина после такого же падения также протестировала этот трендлайн на предмет поддержки. При этом коррекции возвращались к этому желтому боксу. Движение цены биткоина сейчас может быть похожим на это. Мы также можем увидеть коррекции биткоина к этому желтому боксу. Это как раз на уровне около 48 тысяч долларов. Если мы скопируем это движение, то мы увидим, что цена биткоина может двигаться приблизительно вот так в ближайшее время. Но все равно находится в восходящем канале, заметь. Также если мы посмотрим на волны Эллиота, которые я уже расставил, то мы увидим, что рост цены биткоина может продолжаться вплоть до 56 тысяч долларов. Что кстати говоря является целью того самого расширяющегося дна. Вот эта цель 56 тысяч долларов. Но если мы рассмотрим теорию, то заметим, что пятая волна всегда растущая. Но после нее начинается коррекционная зона по Эллиоту. Следующие волны всегда в коррекцию. Поэтому сейчас, если этот трендлайн не удержится, мы можем увидеть откат до этого желтого бокса, а затем возвращение к этому верхнему уровню. Если ты сейчас увидишь, что цена биткоина после 50 тысяч долларов упадет до 48, не бойся. Это не значит, что рынок ослабел. Потому что все, что мы только что рассмотрели, указывает на то, что мы до сих пор находимся в восходящем тренде. Мы находимся, во-первых, в фазе номер 2. Во-вторых, в пятой растущей волне. При этом технические индикаторы тоже бычьи. Поэтому мы вполне можем вырасти до следующих двух целей. 56 тысяч долларов и 59. При условии, если нам удастся сейчас закрепиться выше второй цели по CPR. А это сейчас около 50 тысяч 880 долларов. Но заметь, что после растущей пятой волны начинается коррекционная зона по Эллиоту. Также после растущей фазы всегда начинается фаза накопления, которая заканчивается коррекционной фазой. Поэтому логично предположить, что нас может ожидать небольшая коррекция в сентябре, как я говорил вчера. Об этом говорит и план B, создатель модели сток-то-флоу рейшио для биткоина. Он говорит, что для сентября минимально возможная цена для биткоина это 43 тысячи долларов. А для октября уже 63 тысячи долларов в худшем случае. Так что, говорит он, беспокоиться про сентябрьскую возможную коррекцию вообще нет смысла. И действительно, ведь в августе 2020 биткоин стоил 11,5 тысяч долларов. С тех пор мы выросли в 4 раза. Я говорю тебе, а потенциальная коррекция в сентябре не для того, чтобы напугать тебя. А для того, чтобы ты был готов и не пугался, если это случится. В конце концов, посмотри на этот график. Это суммарный баланс центральных банков трех крупнейших экономических сил мира. ФРС США, ЕЦБ, Центральный банк Европы и Банка Японии. Он только что достиг исторического пика в 24,3 триллиона долларов. Да, они наращивают денежную массу историческими темпами. Собственно, вот почему ты не должен продавать свои биткоины на этих манипулятивных коррекциях. Биткоин это единственное твое лекарство от центральных банков и их фиатных валют. Какая есть альтернатива, я не вижу ни одной, кроме биткоина. Ты скажешь, поздно заходить в биткоин. Капитализация всего криптовалютного рынка достигла 2 триллионов долларов. Это уже очень-очень много. Вся капитализация у всех криптовалют всего 2 триллиона долларов. Вся капитализация всех криптовалют всего лишь 2 триллиона долларов. Капитализация золота почти 12 триллионов. Мы все еще в начале этого пути. Биткоин может дать как минимум 6 иксов, чтобы иметь такую же капитализацию, как у золота. Капитализация компании Apple одной компании 2,5 триллиона. Она дороже, чем все существующие криптовалюты, так же, как и Microsoft. Просто пойми, как на самом деле молот этот рынок и сколько ему еще нужно взять в будущем, как далеко он может зайти. И сколько появится разочарованных людей, которые будут говорить, жаль я не знал об этом раньше, жаль я не зашел сюда раньше. Питер Шиф, как там дела? Это будет самое захватывающее десятилетие для криптоактивов. Что интересно насчет этого роста, который мы видим, что хайп вокруг биткоина вообще сдулся. Он даже не то, что не вырос, он просто упал. Поисковый запрос биткоин в гугле на фоне роста главной криптовалюты с 28 до 50 тысяч долларов находится на 9-месячном минимуме. Это удивительно, но что будет с ценой биткоина, когда этот хайп будет расти и вырастет хотя бы до значений прошлого лета. А еще лучше до значений 2017 года, до которого мы никак не можем дорасти. IntoTheBlock поделился интересной метрикой. Дело в том, что сейчас крупные игроки, у которых на балансе больше тысячи биткоинов, начинают понимать, что не стоит хранить их все на одном кошельке. Может они распределяют эту корзину рисков, а может быть не хотят, чтобы за их движениями следили. Но, несмотря на это, мы все равно видим взлет баланса биткоинов на адресах с балансом более тысячи биткоинов. Это синий график. Темно-серый цена биткоина. Видишь, прямо на этом падении они жестко накапливали. В то же время, как мы видим на этом графике, розничные инвесторы выбирают сейчас не биткоина, а альткоины. Мы уже говорили об этом графике несколько недель назад. Я предупреждал тебя, что при достижении этим графиком отметок ниже 25, альткоины начнут взрываться. Потому что именно в этом диапазоне их начинают массово покупать. Альткоины растут до тех пор, пока этот график не достигает вот этой верхней полосы. От 75 до 100. Здесь их уже продают, поэтому мы видим, что сейчас место для роста еще есть. Когда этот график дойдет до этого района, вот тогда уже нужно будет продавать альткоины. Ссылку на этот индикатор я оставлю в описании под видео, переходи, пользуйся. Кардана достигла нового исторического пика, и все СМИ начали транслировать прогноз Чарльза Хоскинсона, создателя Кардана, который якобы сказал, что до конца этого года Кардана взлетит до 150 долларов. На самом деле, вот это все, что здесь пишут, это неправда. Чарльз Хоскинсон в своем официальном твиттере написал, что это чистейшая ложь. Так что будь осторожнее, не покупай Ада только лишь из-за того, что ее создатель якобы пообещал 150 долларов до конца этого года. Возможно, Ада когда-то и будет столько стоить, но точно не в этом году. Я в это не верю. Почему же Ада так взрывается? Все потому, что экосистема Кардана взрывается. Эрго запускается на Кардана. Сандейсвап, первая децентрализованная биржа на Кардана. А также Гэроволет, тоже для Кардана, пока что в бета-версии. И так далее, и так далее. Очень много проектов готовится к запуску на Кардана, как раз таки из-за новой эры смарт-контрактов, которая будет начинаться уже в сентябре, буквально через две недели. И люди ждут этого с нетерпением. Вот почему Ада растет. Я предупреждал об этом сценарии еще даже до начала лета. Вот почему я начинал топить за Кардана еще тогда. Но сейчас всем, кто покупал Кардана весной, я бы рекомендовал фиксировать прибыли частично. Не выходи полностью, а продай частично. Если ты заработал 3 икса, продай 1 третью. Все остальное держи на здоровье. Я уверен, будущее у Кардана будет светлым. Даже если она сейчас почти 3 долларов упадет до полутора, все равно будущее у нее будет светлым. Я сделал 3 икса после покупки за 70 центов. И я верю, что Кардана может вырасти еще. Но я продал 1 третью. Это моя стратегия. Сделав 3 икса и продав 1 третью, я возвращаю свои вложения и больше ничем не рискую вообще. Об этой моей стратегии более подробно я рассказывал в этом видео. Ссылку на него оставлю в описании. Если не видел, посмотри. Это очень-очень полезно. Остальную часть Кардана я держу в ожидании роста. Почему я думаю, что Кардана в будущем вырастет? Все очень просто. Потому что вырос эфириум. Причем тут это? Задумайся. Почти 1 третья капитализация эфириума залочена в DeFi протоколах. Почти 100 миллиардов долларов. Это, конечно же, влияет на его цену, уменьшая его доступные предложения. Мы не видим этого сейчас с Кардана, потому что все эти протоколы ожидают запуска смарт-контрактов, чтобы работать на блокчейне Кардана. Но я думаю, после этого, после запуска смарт-контрактов, после запуска всех этих проектов на смарт-контрактах, с Кардана будут происходить большие вещи, которые будут толкать цену вверх. Хочу показать тебе очень интересную диаграмму. Мы видим здесь сравнение рыночной капитализации криптовалют с размером их сообщества в Google Hit и Reddit, а также с количеством нодов в сети. Известное дело, чем больше этих нодов, тем децентрализованнее сеть, и тем больше пользователей в этой сети. И мы видим, что Кардана в таком рейтинге находится на третьем месте после биткоина и эфириума. Сколько же нодов в сети Кардана? На данный момент это 771 тысяча нодов, как минимум те, которые участвуют в стекинге. Так что Кардана очень перспективная криптовалюта, но одну третью я зафиксировал, потому что сделал 3 икса. Это моя стратегия, я всегда иду четко по целям, иначе здесь не заработать, а только лишь потерять. Теперь поговорим про эфириум и NFT, который тесно с ним связан. Адрес эфириум 2.0 для стекинга теперь залочил в себе эфиров на сумму 21,3 миллиарда долларов. Мы помним, что треть существующей капитализации эфириума, которая сейчас составляет 400 миллиардов долларов, залочена в DeFi, но еще 21 миллиард долларов залочен в стекинге. В итоге из доступного количества монет эфириума фактически убрали монету на сумму около 121 миллиарда долларов. Вот почему эфириум так растет. И вот что ожидает Кардана в будущем. И наконец, там где эфириум, там и NFT, поговорим про самую громкую новость за сегодня, которая шумит за бугром так, что аж сюда слышно. Платежный гигант Visa совершает первый шаг в сектор NFT. Сегодня она приобрела NFT почти на 150 тысяч долларов в честь своего объявления о том, что она начинает новую для себя эру. Эру коммерческого NFT. Visa сообщила следующее, NFT сыграет важную роль в будущем медиа, развлечений и коммерции. Также компания рассказала о своих планах поддерживать всех креаторов, артистов и коллекционеров в продвижении будущего коммерции NFT. Это очень большие новости для NFT пространства, которые вышли буквально несколько часов назад. Получается, для эфириума тоже, ведь популярность NFT, OpenSea влияет на рост эфира и его экосистемы. На этом все, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Буду рад твоему лайку, это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания этих видео. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok